доброе всем утро в общем ехала всю дорогу ржала над собой но это вообще я сегодня значит стала накрасилась не позавтракал все как обычно смотрю нет там никого есть на десять уже запись вот еду и думу дома что-то мне говорю что-то мне не понравилось как я накрашена вот не знаю чел то ли стрелки то ли чё вот ходила ходила я такая вот машине сейчас еду и такая я поняла что не так я ресницы забыла накрасить еду такая уже пробую они мне не накрашены конечно ресницы белобристые прозрачные их нет так вот вы видите накрасилась морозит еду ржу думаю как так как так и все накрасил кроме ресниц а еще такая вспоминаю так вот думаю так крест чуть-чуть тени чуть-чуть стрелки но не помню процесс окрашивания ресниц как же я могу помнить и сделать такой процесс не было трындец капец у меня там есть на работе какая-то тушь сейчас ей намулюю немного бывает а чё то ну что поделать я заехала в альхампу стою тут в швабрах в общем их столько и даже не думала что это столько села вот палку твоя шутка это мальчик ну надо же вот каких только нету слушать прикольная швабра гляньте в этой может такую попробовать я вот дела обычно вот такой вот а это прям прикольно подрать если ею а вот она как слушать я вот эту возьму попробовать на это отложим и пал упал по на и в африке палку хотя нет в африке это дорогая палку на 3 евро стоит вот возьму обычную за евро розовую естественно это сама швабра она конечно сломается ну ладно хрен с ним уголь взяла вонючку для дома пойду за дрожжами дрожжи посмотрю хотя муж обещал купить хлебном магазине дрожжи но не знаю головата у него дырявая наверняка забудет все народу не очень много очереди вообще не было никакой так что все нормально дрожжей смотрите каких хочешь и большие и маленькие и я возьму сразу большую заморозку кину 319 стоит а маленькие вообще 35 копеек а здесь сколько без все надо посчитать здесь полкило а там 50 грамм начинаем мы молим вот это все равно выгоднее а что там смотрите сколько много высоких разных вкусняшек смотрите все хочу все хочу но ничего не буду тут разные тортики пирожные молбаска пойду фрукты сходила за шваброй называется целую кошелку принесла все надо все надо и это надо это разогреваю себе щи сейчас покажу что он купила с ценами начнем до сейчас разберусь какой-то не пойму что это такое в общем мука 85 копеек вот такая кездент去 торинг то ринг кессу торинг по это кесу торинг торин г for за топки а топпинг кесу топпинг не знаю что за кессу топпинг такой так сейчас пац нас определим не знаю что за топпинг такой ладно финики финики и ренджи финики рубль 65 здесь 400 грамм яйца евро 45 кстати яйца не подорожали класс l моцарелла по 75 копеек а вот 480 грамм эти ну вы поняли да дрожжи в блин голова древо всю из головы вылетела колбаску вот такой вот как ливерная вкусная вкусная бутифара андалузская рубль 99 так грудку куриную за 476 здесь почти килограмм буду запихать в духовке с моцареллы с помидорчиками будет вкусно и шампиньончики туда за забивахаю они у нас по евро 0 9 350 грамм если не шаблась до концу это что 289 что это такое 289 так морса какая-то а это наверное вот этот не разберусь в общем потом тоже разберемся йогурт вот этот ванильный нет это наверное вот этот какой-то из них евро 50 этот вот такой сыр свежий или как его там назвать он у нас 95 копеек анчоусы вот такие евро взяла две одну там разбабахала пока пока в этих перчатках все мыл перемывала она мне из рук вылетела в общем там и осталось разбилась банка блин зараза по еврику а карамельный вот этот крови этот евро 50 значит а это вот за евро в валькам по очень сейчас много предложений все по евро там про много всего можно заходить и смотреть а слушайте это наверное вот это вот микро в общем будем разбираться что и почем так мансана вот это вот вонючка 33 59 а нет а мансана это вот вода вот яблочная вода вот это прям вкусная такая она у нас стоит 75 копеек так так карамела всю баркию баркию это вот эти вафли они по евро тоже вот это вот штука и 359 вот это вот вонючка 4 99 взяла шоколадку она евро евро журнал евро и и этот как его называют аману все вспомнил и уголь-уголь-уголь-уголь-уголь у нас значит осталась палка и все и больше ничего не осталось я пошла кушать сейчас колбаски нарежу щет щет поем вкусняшка будет немного убираюсь пылища у меня чарли меня линяет это просто какой-то коздец это вообще жесть волосы выгребаешь каждый божий день трындец какой-то я уже подумал может его на вас нафиг обстричь потом нет дома он красивый шерстью когда симпатичный кофе себе делаю чашку кофею я себе бодрячий ваннолью ну такой кофе то кофе не кофе и по настоящему спою и знаете что еще делаю гардероб разбираю 45 раз платье решила кое-какие выбросить вспомнила что у меня посмотреть вообще какие платья есть что есть а то я по интернету лазию и смотрю хоть будь платьишка хочется а потом залазью да тетя тут улегся а а потом залазил смотрите краски свои разобрала не краски у меня здесь тоже есть в общем у парикмахеров у нас же как везде есть наши уголки уголок такой там где краски ножницы я иногда и на и дома и крашу вот и сейчас гляжу например такие краски как номер 7 у меня никто не красится и это раньше я сестер красил дожила в старой квартире красил сестер номер 7 номером вот просто 7 это вот 8 номер то есть они мне не нужны и я отвезу их домой чего ты чуть кухой скажем вам что ты там буквы дала и вот отвезу их на работу потом ножницы свои разобрала достала себе краску может быть покрашусь на днях в розовой розовый фламинго дитя заката а то вот этот вот желтесна который проклевывает мне не нравится волос конечно леженный переженный но ничего гардероб перекладываю платье там у меня опять моей спальне дурдом сижу смеюсь смотрите окстана вспомните где вы побывали в апреле и вот смотрю вот ваша хронология за месяц где вы побывали в апреле два места моя жизнь в апреле была очень насыщенная посещаемые места лидл и меркодона да это были мои посещаемые места в апреле мой ржач это вот мне такую статистику присылает каждый это ну каждый месяц да где я была чё я делала и вот я в этом в апреле посещала целых два места это лидл они пропустили аль кампу я три места посещала уже соврали так вот смеюсь и говорю но они были правы почти что тут там разговаривают соседи стоят видите на дистанции стоят стоят девчонки стоят сторон у нас сегодня занятие семь часов не осталось полчаса а я такая знаете стою у меня такой баллон потому что я все разбираю убираю и такая встала быстренько после пол седьмого занятия а потом захожу в инстаграм а там оказывается в семь ну чтобы час позаниматься а потом идти на прогулку у нас знаете граната и малого барселона мадрид не переходят в первую фазу у нас же карантин делится на 4 фазы вот сейчас мы в нулевой фазе фазе этапе вот когда можно гулять и вот граната потому что в ней каждой области сами выбирают сами решают переходите в другую фазу или нет зависимости от зараженных людей в гранаде фиг поймешь статистика общее одно говорит другое другое в общем не поймешь че почем но вот в гранаде вообще города где метро там конечно сложнее ситуации вот они не переходят в первую фазу может быть знаете до понедельника и мы нихрена никуда не перейдем но вот судя вот смотрю я там на машине ехал сегодня домой бары открыты но в том плане что там моют все магазины и вот я вчера видела бенетон пишет что да с понедельника они открываются в матриле у нас где живу город матриль провинции города вот на 30 процентов посещаемость будет ну в принципе там и так сильно народу то не было но я думаю что так же как обычные меркодоны например меркодоне тоже там по очереди впускают хотя сегодня в алькампу не было никакой очереди я зашла всего было навалом даже больше чем навалом например даже и появились знаете раньше бы не в первая неделя карантина когда все произошло не было никаких скидок не было никаких предложений а сейчас появились предложения скидки я чего сегодня взяла по скидкам не значит взяла по скидкам в общем посмотрим у нас сегодня везде полиция понаставили по наставлено чтобы все соблюдали карантин потому что его никто не отменял до восьми часов шандарахаться на улице нельзя время пол седьмого а до семи старики могут ходить по моему или семи до восьми нет семи до восьми так вы чушен дарахайтесь на улице быстро все по домам думаю сказала на улице 35 дома 26 как-то так я сегодня вышла пар позже потому что занятий закончились восемь пока полежала отдышалась вот я сегодня надела другую майку заметили и другие шорты у меня велосипедки есть черные вот в общем я сегодня в другой одежде фотки все одни и те же в одной тоже майки и вот вышли попозже где-то наверное время уже пол девятого погулять пройтись пробздиться народу не так много я бы сказала все спортсмены отсеялись надоело всем спортом заниматься и вообще мы знаете говорили как сегодня с подругой говорили что типа это все как знаете как запретный слой плод сладок вот тебе запрещают гулять тебе вот наоборот хочется даже может быть в обычной жизни никуда никто не ходил дома сидел все нормально было а тут запретили сразу червячок такой внутри заказкался и типа вы как хочу гулять как хочу гулять ну все нагулялись дня три-четыре теперь можно опять дома сидеть совестью с чистой видите улицы пустые буквально дня четыре назад все толпы вот шлифт 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 поля где мы гуляли с чарли там толпы вообще у нас магазин я уже говорила все работают но вот по записи знаете то есть если я хочу купить там носки себе какие-то увидела в магазине там всем должно позвонить почти на всех магазинах есть такие телефоны написано работаем по записи я должна позвонить в этот магазин и сказать хочу купить носки они мне назначают время и так смешно это абсурдно правда вот и я и прихожу в этот магазин выбираю как носки которые мне нужны на вот на бенетоне тоже написано мы принимаем по записи и телефон то есть я позвоню им и говорю там мне нужны джинсы они мне назначают время я прихожу выбираю себе джинсы покупаю вот и ухожу как это но мне кажется никто не пойдет за джинсами потому что в большем случае мы ходим по магазинам вот знаете погулять пошастать да нет такой острой необходимости в джинсах но если только маленьким детям знаете которые вот прям вот которые выросли за эти полтора месяца им нечего надеть то может быть да я кстати видела что магазин вот детских одеждой был открыт и там вот продавали детские одежды а так взрослым мне кажется уж месяц-два можно обойтись и без джинс и носков и без всего на свете посмотрим откроет ли нас на следующей неделе нет ну все как говорится идет к тому что да откроется у нас что-то горит и довольно прям сильно горит это на пляже там где-то непонятно ну дым такой красивый розовый на свете на луне я вообще думала что там где работаю думаю я всегда когда какой-то огонь или еще что-то думаю вдруг моя парикмахерская горит хотя там и свет и все выключаю вот но всегда такое вот я кстати работаю вот там вот эта гора видите вот это и вот там я работаю это там кстати уже другой город поэтому туда километров 12 наверное и вот постоянно каждый день езжу туда видите сколько там народу идет гуляют типа того чё ты пойдем не плетись скоро у нас тополиный пух жара июнь вот это вот тополя еще сегодня фейсбук и видела там некоторые протестуют типа вот люди ходят по полям и целыми сумками выносят оттуда всего до всего собирают надо это запретить и на входе выходе из из полей поставить из огородов поставить полицейских иначе что до агрикультуры будут собирать этот человек наверное в поля не ходил у нас уже закончился сен с болей сезон и вот и все поля вот так вот такие либо просто с травой уже забирать просто нечего вы просто наверное какой-то человек возмущенный такой который любит критиковать возмущаться и вот он нашел что еще кто-то не 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 протестовал против походов по полям и решил вот высказать свое мнение забыв что сейчас на полях нифига ничего нету и вынести отсюда можно только вот сухую вот такую вот траву с клещами из и с этими вот с ними помните я вам говорила что на фенхеле вот так вот все нацепятся на нее ракушки вот эти о боже вы просто этого не видите закат такой красный-красный класс а я так смеялась когда увидел этот комментарий в фейсбуке все таки возмущаются что народ много ходят люди там гулять туда сюда на пляж забыв что на полях нифига ничего нету трактор едет какой-то ты чушка грязнуля он уже хотелся такой на пыли поваляться такой деловой уже такой собрался прилег я как увидел чуть не офигела у него шампуня нету я забываю все время шампунь купить блин вообще как помните у меня однажды он красный такой тоже был потому что вывалился в красной муке кто помнит пишите комментарии и у меня есть влог такой я вот так тоже разговариваю разговариваю поворачиваюсь начальному весь красный это был трындец кстати в инстаграме тоже есть фотка если не хотите видео сказать искать то в инстаграм можно зайти посмотреть какой там он чудо был пылю кого-то ему нравится тут такая пылюка вот мне кстати тапки тоже все грязные все пыльные становятся нравится ему валяться то идите еще одни поля все пустые на лето здесь все выгорает не сажают ничего то не только теплицы с помидорами да с огурцами ну туда хрен пролезешь чтобы сумки набрать ну вот если только огурцы люди выносят мешками так их выбросили все равно они все равно никому не нужны а поля вот пустые мужчина погорячился сказав что отсюда люди все выходят с сумками и вынося все что они видят если только огурцы протухшие а там еще такой же контейнер стоит с помидорами которые тоже выбрасывают принесла себе ужин 4 вот таких мушмолы съем уже почти все смонтировано но не сказано всем пока пока до завтра встретимся с вами завтра всем пока пока